Привет! В прошлый раз мы с вами разбирались с IP-адресами, с тем, как формируется адрес хоста, говорили о масках, о том, что есть у нас адрес сети и адрес непосредственно узла. Сегодня нам придется немножечко окунуться, ну не то чтобы в историю, это все еще более-менее актуально, но поговорить об адресации. Начнем мы именно с обычной классовой адресации, которая была принята в сетях IP у нас еще в 80-х годах и в начале 90-х. По LP это та же самая тема 109.1, большая, которая у нас вообще посвящена сетям TCP IP. Сегодня мы говорим о классах сетей, бесклассовую адресацию, скорее всего, не успеем, и расчет сетей посмотрим тоже, как во время пойдет, если что, тоже разобьем на две части. Изначально нужно сказать то, что в сентябре 81-го года у нас появился стандарт для протокола IP, и по нему у нас адрес каждое устройство имело 32-разрядный, то есть мы с вами об этом в прошлый раз говорили, у нас 4 актета составляют адрес каждого узла. При этом вообще, если говорить об адресации, у нас есть адреса IP версии 4, адреса IP версии 6, еще можно использовать адресацию, адресацию с использованием MAC адресов, это аппаратные адреса, которые прошивает поставщик оборудования, и еще можно использовать адреса символьные, то есть имена узлов. Так вот, в начале, когда появился протокол IP в 81-м году, у нас все сети были побиты на классы, у нас было три основных класса, А, Б, С, и по тому, как выглядел адрес, то есть по первым битам адреса можно было определить, к какому классу сетей все у нас относится. Я взял банально картинку с Википедии, не заморачиваясь, поэтому мы сейчас с вами быстренько по ней пробежимся и каждый класс рассмотрим отдельно. Еще раз, наверху у меня просто одна наша самая такая любимая маска 255-255-255-0, которая говорит о том, что у нас первые три актета отведены под адрес сети, и последний актет под адрес компьютеров, она просто для сравнения наверху находится. Итак, адреса класса А, у них адрес всегда начинался с нуля, под адрес сети оставалось 7 бит, то есть вот оставшиеся 7 бит первого актета оставались под адрес, затем под адрес хоста шли оставшиеся три актета. Классы Б, к ним относились адреса, которые начинали с десяточки, оставшиеся 6 бит отсюда из первого актета и весь второй актет вместе 14 бит формировали у нас адрес сети, оставшиеся два последних актета, адрес хоста. Класс С, у нас адрес начинался с 1.1.0, оставалось у нас здесь 5, битов, и во втором актете оставалось 8, и в третьем актете еще 8. Всего 21 бит у нас оставался под адрес сети, и последний актет оставался под адрес хоста. Затем еще у нас был класс D, который начинался с 1.1.0, и дальше это все было единым адресом, то есть там нет понятия адрес сети, адрес хоста, и класс E, который начинался с 4 единиц, и все остальное тоже был в единый адрес. Значит, сейчас будем каждый из них рассматривать отдельно, чтобы это все как-то более-менее закрепилось в голове. Сейчас это уже не особенно нужно, но пригодится в дальнейшем для понимания вот эти вот классовые сети. Итак, сети класса А, они у нас начинались с 0, затем у нас 7 бит было под адрес сети. Маска при этом использовалась, видите, какая, то есть первые все биты равны единичке в первом актете, остальные актеты по 0, соответственно, маска 255.0.0. Таким образом, к классу А у нас можно было отнести 128 сетей, то есть у нас всего под адрес сети было 7 бит. Комбинаторика простейшая говорит то, что если у нас есть 7 возможных позиций числа, каждый из которых может принимать 2 значения 0 и 1, то всего таких комбинаций у нас 2 в степени 7, 128. То есть у нас всего могло быть 128 сетей, и в каждой из этих сетей оставшиеся вот эти вот 24 биты были под адрес, поэтому количество возможных вариантов 2 в степени 24 больше 16 миллионов адресов. То есть сети класса А это гигантские сети, в которых может быть около 16 миллионов адресов. К слову сказать, протокол TCP IP, опять же, те же самые у нас 4 актета, 32 бита, это опять же элементарная комбинаторика, если у нас есть 32 бита, то количество возможных значений, которые может принимать это число с 32 битами, более 4 миллионов. Там 2 в степени 32, это 4 с чем-то миллиона. То есть если мы с вами используем 4 актета под адреса, у нас может быть не больше, чем 4 миллиона разных комбинаций. Там 4 миллиона, 294, 967, 296, если быть точным. Так вот, класс А сетей, который предоставляет нам возможность использовать адрес сети 7 бита и адрес хоста 24 бита, он занимает половину всех возможных адресов TCP IP. Кто не поймет, спросите в комментариях, я объясню еще раз подробнее, а то я чувствую, я здесь немножечко запнулся. Значит, возможные адреса сетей у нас начинаются от единички до 126, и это уже будут адреса сетей, например, там 53.0.0.0, это может быть адрес сети класса А. Значит, почему у нас появляется число 126? У нас первый бит всегда установлен в 0, он такой синенький, поэтому я здесь его в скобочках тоже отметил синеньким. То есть у нас минимальное значение первого актета, все нули, максимальное, первое остается 0, остальные все единички. А остальные все единички мы с вами в прошлый раз подходили, это 2 в степени 0, плюс 2 в степени 1, плюс 2 в степени 2. Максимальное значение, вот это вот 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, это 126. Поэтому у нас адреса сетей минимальное значение поднимает единичка, максимальное 126. Оставшиеся 3 бита под адрес могут занимать любые значения от 0 до 255. То есть пример такой сети, это у нас, например, 53.24.1.8, слэш 8, потому что маска у нас 255.0.0. Ну, к слову сказать, маски появились потом, я вам брошу ссылку, чтобы вы могли почитать. На тот момент маски особенно еще не использовались в начале 80-х годов, все было понятно по первому вот этому биту адреса сети. Это в дальнейшем, когда появилась маршрутизация под сети, начали использовать маски. Значит, сети класса B. Опять же, тут у нас под адрес сети отводится 14 бит. По сути, мы можем маской закрыть первые два актета, потому что единичка 0 тоже у нас никуда не меняется, они остаются неизменными. Поэтому у нас маска первые два актета единичка. И это выглядит в десятичной системе исчисления как 255, 255, 0, 0. Опять же, возможное количество комбинаций сетей, у нас всего 14 бит, поэтому 2 в степени 14, у нас уже может быть 16 практически с половиной тысяч сетей. В каждой сети 2 в степени 16, 65 с половиной тысяч адресов. То есть, это уже средние сети. Адреса сетей у нас здесь могут быть от 128 до 191, потому что у нас из первого актета первые два числа единичка 0 постоянные. Поэтому минимальный актет у нас единичка 0, все остальные нули. Максимальный первый актет единичка 0, остальные все единицы. Отсюда мы получаем минимальное значение 128, максимальное значение 191. Адреса хостов, соответственно, могут принимать значения от 0 до 255 спокойно, потому что у них никто никакие биты не отнимал. Точно так же, как у второго актета адреса сети тоже биты никто не отнимал, поэтому оно принимает значения от 0 до 255. Дальше, сети класса С. Начинается с единичка, единичка 0, тут уже под адрес сети у нас первые три актета уходят, поэтому маска уже родная 255, 255, 255, 0. Сетей здесь у нас может быть 2 в степени 21, 2 миллиона. Хостов в каждой сети 2 в степени 16, 256. То есть это уже наши маленькие самые сети, которые мы чаще всего используем, в которых может быть не больше, чем 256 адресов. К слову сказать, класс Б у нас занимает четверть от всего возможного количества адресов IP версии 4. Класс С у нас занимает 12,5% от всего количества адресного пространства. Потому что здесь у нас в сумме под адрес сети и под адрес хоста уходит 29 бит, 2 в степени 29, это у нас 536 миллионов адресов. Это 12,5% от всего возможного количества адресов в TCP IP версии 4. Опять же здесь вы видите адреса сетей начинается со 192 по 223. И 192, потому что у нас минимальный адрес, который записывается в первом актете, начинается с 1,1,0, потом все нули, а максимальный 1,1,0 все единички. Отсюда мы получаем вот это значение от 192 до 200, до 223. Дальше у нас есть два таких класса относительно странных. Значит, класс Д это специальные адреса, которые не относятся к отдельным сетям. Эти адреса используются для многоадресных пакетов, при помощи которых передается информация сразу группам хостов. Чаще всего такие адреса используют различные цисковские протоколы, различные цисковские устройства. Эти адреса, условно говоря, заранее распрограммированы в каждой структуре информационной. Например, 224.005, он идет по всем УСФП маршрутизаторам. 224.009, по всем РИП-2 маршрутизаторам. 224.002, вообще по всем маршрутизаторам сети. То есть это заранее распрограммированные адреса, которые используются для рассылки. Обычно мы с вами с ними не сталкиваемся, только если мы не сетевые администраторы, которые админят циску, маршрутизаторы, смотрят таблицы маршрутизации, там эти адреса встручаются. Нам для данного ЛПИ-109.1 об этом знать пока еще не нужно. Тут все точно так же. Начинается 224, кончается 239, потому что у нас первые 4 бита фиксированные. Отсюда мы имеем такой маленький диапазон. Есть еще класс Е, который изначально был зарезервирован под какие-то будущие исследования и будущие возможности, но у нас уже появился IP-протокол версии 6, и мы вряд ли когда-нибудь будем использовать класс Е. Но был такой класс Е за резервированными адресами, которые начинались у нас, видите, от 240 до 254. Опять же, тут не было никаких масок, не было никаких адресов сети, адресов хостов, просто вот так вот это все выглядело. Таким образом, мы можем сделать небольшой вывод. Если у нас есть какой-то адрес, то первые биты этого адреса говорят о том, к какому классу сетей относится данная сеть или данный узел. Опять же, тут важный момент. Сейчас мы эти классы не используем. Сейчас используются без классовой адресации, но кто его знает, вдруг когда-нибудь пригодится. Поэтому мы с вами говорим, что если у нас адрес начинается с нуля, то это класс А. Если с 10, класс Б. Если со 110, класс С. Если с 1110, класс Д. Если 4 единички, класс Е. Например, вот я взял вам адрес 145-14-12-13. Внизу я перевожу 145 из десятичной системы счисления в двоичную. Мы с вами способы уже проходили на прошлом занятии. Вы, в принципе, можете просто в гугле вбить 45-145 в двоичную систему счисления, или открыть инженерный калькулятор и перевести, неважно. И видим то, что у нас адрес начинается с единичка 0, поэтому этот адрес 145-14-12-13 относится к сетям класса Б. Я думаю, это должно быть вам понятно. Ну и напоследок, давайте, чтобы было хоть как-то больше полезной информации, мы с вами рассмотрим еще специальные адреса. Этот слайд немножечко сложный, но он так структурирован, чтобы вы попробовали его понять. Значит, если у нас, вы видите, есть стандартный адрес, о котором мы уже говорим, есть адрес сети, затем идет у нас адрес хоста, там, где находится точка, то есть разница между сетью и хостом определяется маской. Например, у нас есть справа 120-168-015-24, первые 24 бита идут, значит, под сеть, и зелененьким я выделил адрес сети, синеньким я выдалил адрес хоста. Это просто пример наверху того, как мы разбиваем с вами сети хост. Так вот, если у вас есть сеть, если у вас есть адрес, в котором адрес сети является каким-то, а адрес хоста, у него установлены все нули, это адрес сети. То есть, пример вы видите, 192-168-0-0 с маской 24, говорит о том, что у нас 192-168-0-0 это сеть. В нашей сети мы можем к ней обращаться по этому адресу каким-то образом, то есть мы можем использовать ее в таблицах маршизации и так далее, но мы это пока не разбираем. Далее, если у нас какой-то адрес сети и все биты на уровне хоста установлены в единицу, это адрес направленной рассылки. Пример 192-168-0-255, когда у нас адрес хоста все единички, максимальное значение последнего актета 255, мы говорим о том, что это направленная рассылка. Значит, есть два вида рассылки, придется о них сейчас немножечко рассказать. Есть понятие широковещательная передача, когда пакет, отправленный на какой-то адрес, автоматически будет отправлен на все адреса в этой сети. Это бывает полезно в каком-то случае, когда мы хотим одним пакетом отправить информацию сразу всем, чтобы его маршрутизатор передал или просто все устройства в сети начали получать эти пакеты просто одновременно. Так вот, есть два типа. Есть направленное широковещание и ограниченное широковещание. Направленное позволяет отправить один пакет, который будет доставлен всем хостам в адресованной сети. То есть нам нужно обязательно указать сеть некую, в данном случае, например, 192.168.0.255. Если мы посылаем туда пакет, то на все хосты в этой сети 192.168.0 этот пакет попадет. А есть еще ограниченная рассылка, чтобы использовать... Ну, чтобы направить пакет, используя ограниченную рассылку, мы отправляем пакет на все единички. То есть адрес состоит вообще весь из всех единиц, и сети, и хоста. То есть пример у нас здесь может быть только один. 255.255.255.255. И это будет датограмма с ограниченным широковещанием. Суть этой датограммы, она не сможет пройти ни через какие маршрутизаторы, и просто все... Этот пакет получит все хосты и узлы в сети отправителя. То есть если направленная рассылка, мы можем из одной сети в другую послать такой широковещательный пакет, ограниченная рассылка, мы за пределы своей сети ничего никуда не пошлем, но в своей сети у нас все этот пакет получат. Это все нюансы сетевые, но нужно их упомянуть. Далее, если у нас используется нулевой адрес, это у нас чаще всего маршрут по умолчанию. Опять же, это используется в таблицах маршрутизации. Он может использоваться как какой-нибудь шлюз, который будет по умолчанию прислать пакеты. Ну, то есть есть нулевой адрес 0000, чаще всего маршрут по умолчанию. Далее, если у нас адрес сети все нули, и затем идет адрес хоста, это адрес нашего узла в нашей конкретной сети. То есть если мы шлем пакет на 000015, то он попадет в нашей сети, на устройство, у которого адрес 15. И есть еще у нас вся сеть 127 точка, после чего могут идти различные биты, это петлевые адреса. Петлевые адреса у нас используются для проверки стека протоколов TCP IP, то есть по сути мы, когда отправляем какой-то пакет на 127 что-то, мы отправляем пакет сами себе. То есть в данном случае у нас исключается из процесса там сетевая розетка, сетевой провод, сама сетевая карточка. Мы просто тестируем стек протоколов TCP IP, если отправляем на любой адрес 127 какой-то пакет. Как я и подозревал, получилось не очень коротко, поэтому мы с вами сегодня разобрались только с классами сетей. Мы говорили о том, что изначально, в начале 80-х годов у нас были классы сетей ABCDE, и только потом появились маски. Я вам маски на картинке привел для примера, чтобы мы понимали, о чем мы говорим, именно как сегодняшние люди, людей 80-х годов, чтобы понимали. Кроме того, помимо классов сетей, мы с вами поговорили о специальных адресах, широковещательные рассылки, адреса сетей, адреса хостов, петлевые адреса. Вот это уже точно нужно знать сегодня. А знания классов сетей нам пригодятся в дальнейшем, когда мы будем разбирать бесклассовую адресацию. Продолжение следует...